В Азербайджане завершается подготовка к парламентским выборам. В воскресенье будет определён новый состав национального собрания. На каждое депутатское кресло претендует по шесть кандидатов. И пока не ведут борьбу за голоса, сами избиратели оценивают то, что было сделано в стране за последние годы. Репортаж Александра Батухова. Это готовая форма для заливки металлов. И так заливается паром туда. Процесс изготовления деталей, объясняет Ильшат Гусейнов, полностью автоматизирован. Но участие персонала в этом цеху минимально. Этот металлургический комбинат открылся буквально на прошлой неделе. Здесь изготавливают трубы и заглушки. Раньше эту продукцию завозили исключительно из-за границы. Для самой масштабной отрасли в стране – нефтяной. Чёрное золото – вот уже много лет основной источник доходов Азербайджана. Впрочем, в последние годы все усилия руководства страны направлены на то, чтобы уйти от сырьевой зависимости. Четыре года назад в Азербайджане запустили программу по строительству специальных экономических зон. Так называемых технопарков, где для бизнеса действуют особые условия. За это время в стране открыли пять таких технопарков, как, например, вот этот – химический Сунгаити. Такая политика государства оказалась весьма эффективной. За последние 10 лет ВВП страны вырос в пять раз. Удвоились и иностранные инвестиции. До 2020 года в Азербайджане намерены нарастить нефтяной сектор с 60% до 80%. И во многом это зависит не только от работы правительства, но и парламента, который на этой неделе будут избирать уже в пятый раз. Зал разделен таким способом, что вот там, где микрофоны, точнее там, где вот стоят компьютеры, это места для депутатов. В этом зале заседаний парламента, объясняет Рашид Ибрагимов, работают 125 депутатов. А заявок на участие в выборах было подано около двух тысяч. Впрочем, к началу кампании, объясняет Центр избиркоми страны, многие поняли, что шансов на победу не так уж и много. И отказались участвовать, отчего список кандидатов сильно сократился. Сейчас в избирательной бюллетии у нас 767 человек. То есть это больше, чем 6 человек на одно место в парламенте. Вообще-то, откровенно говоря, это уже, само собой, очень серьезная конкуренция. В этих выборах принимают участие 22 политические силы. 7 из них объединились в коалицию и, что называется, идут единым фронтом. Но эксперты уже сейчас прогнозируют, что у большинства партий шансов провести своего кандидата не так уж и много. И реальным фаворитом гонки называют пропрезидентское политическое объединение «Новый Азербайджан», которое в своей избирательной стратегии делает ставку на продолжение реформ, начатых главой государства и позволивших стране добиться высоких экономических результатов. Основная задача, которую ставим перед собой в этой гонке, повторить по меньшей мере те результаты, которые нам были достигнуты 5 лет назад. И по результатам предыдущих выборов наша партия взяла 71 место в парламенте. Это чуть меньше 60%. Но именно такая расстановка сил в парламенте, уверены многие эксперты, сделала Азербайджан одной из самых стабильных государств на постсоветском пространстве. Россию в этой стране называют одним из главных партнеров. Товарооборот между двумя государствами уже давно измеряется миллиардами долларов. В парниках этой фирмы выращивают помидоры, баклажаны, перец и огурцы. Основной рынок сбыта именно Россия. Годичный объем это 10 тысяч тонн, из которых 70% в основном экспортируем в Россию. В такие большие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Екатеринбург. Выборы в парламент Азербайджана намечены на это воскресенье. На них будут работать, помимо собственных наблюдателей, еще около 500 представителей зарубежья, в том числе и из России. По традиции...